Как группа, как производство, мы начали заниматься 2004 года. Поначалу, конечно, это было очень трудно. Во-первых, были времена, когда просто мы с сестрой из-за того, что не было шерсти, мы распарывали одеяло, которое нам мама делала, и вот эту шерсть мы использовали для картин войлочных. Потом уже мы узнали, что можно покупать шерсть в Токмаке. В то время комвольный комбинат еще у нас работал, можно было и там купить в магазинах. То есть какие-то пути нашли для того, чтобы как-то продвигаться. Потом уже начали ездить в Алма-Ату. Нравилась наша продукция, творческие работы. Затем мы уже начали делать не только большие работы, художественные такие. Мы поняли, что надо делать что-то сопутствующее. Мы начали делать головные уборы. В 2006 году мы получили сертификат знак качества от ЮНЕСКО. Два года раз проводится эта комиссия. Мы туда подали заявку со своими изделиями. И ремесленников из Кыргызстана тоже было много. Нас выбрали и нам дали такой сертификат. Инновационная подача лакизной техники в домашнем обиходе. То есть мы подушки подали. Это была там и вышивка присутствовала. Там традиционно кыргызская басма-сайма. В 2016 году мы подали нашу сувенирную продукцию. Мы искали долго, как бы нам сделать так, чтобы мы получали какие-то заказы. Потому что мы понимали, что если мы будем только сидеть с художественными изделиями и маленькими продажами, как бы особого роста нашего производства не будет. Поэтому мы хотели какие-то проекты попасть. Но особого как бы результата не было. До тех пор, когда мы начали, нас нашла наша импортер, наши изделия увидела, и она занимается, вот американка, и она начала закупать сувенирные изделия из войлоков из Кыргызстана. Мы попали в проект швейцарской посольства ITC. Это продвижение торговли в Кыргызстане. И один из ветвей проекта, они добавили ремесничество. В течение двух лет были тренинги по разработке новой коллекции, как можно подать. Проект дал нам глобальный рост. Мы продвинулись. Мы стали экспортоориентированы компанией. Это самое, наверное, главное. И за это я очень благодарна. В течение 10 лет мы работаем с Америкой, с одним импортером. В Германии у нас есть три крупных покупателя. Швеция, Италия. Ну, мелкими партиями многие страны. Первые года для меня было это очень трудно, выходить на тот рынок. Действительно много чего мы не знали. По маркетингу мы не знали. Как экспортировать, как ввести таможенными службами какие-то документальные. Потому что на Европу просто так, оказывается, невозможно выйти. Там надо знать их требования документов, их требования качества. Мы как-то использовали, как бы, что купили, то и использовали. А в данный момент нам пришлось всю эту сертифицированную продукцию покупать. То есть мы сейчас работаем с сертифицированными красителями германскими. Наша продукция, которую мы экспортируем в Европу, она тестирована самым крупным в Европе лабораторией ДАКС. У нас в Кыргызстане нету лаборатории, которые исследуют и дают сертификаты международного уровня. Вот это для нас было очень мучительно. Мы можем выполнить, но выйти туда, оказывается, столько документов надо делать. Я нервничала. Во-первых, нервничала из-за чего? Потому что у нас социальная группа. То есть у нас работают женщины-инвалиды. То есть это с ограниченной возможностью. Там ждет мать больного ребенка. Ей надо лекарства купить или что-то еще. Или детям продукты купить. У каждого мастера есть какие-то особые случаи, когда им надо помочь. В тех случаях мы, естественно, даем денежные вознаграждения, либо помощь, которые могут они воспользоваться и решить какую-то маленькую проблему. Участие мы принимаем в этом тоже. Конечно, у нас свои дети есть, которых мы воспитываем. И они живут в этой среде, растут в этой среде и что-то делают. Дети всех наших родственников, братьев и сестер тоже приезжают. Очень интересно им тоже здесь. Любая женщина-ремесленница, она делает продукцию свою в большом количестве, в малом количестве делает. Но сбыта нет. И это глобальная проблема в Кыргызстане, что нет сбыта. Потому что ремесленников у нас много. Каждая женщина кыргызская – это ремесленник. По сути, если так считать, моя мама занималась. Делала шердаки, всякие изделия. Она была у нас очень известная. Возможно, это называется как дизайнер. Я сейчас в современном стиле. А в то время это было ой-мочу. Конечно, когда мы начинали все это, это были очень трудные времена. В 2004-2005 годах мы начали привлекать кого-то. В то время действительно не было работы. И мы особо много не могли заплатить. Мы им на дом давали какую-то работу. Кто умеет вышивать, например. Спрашивали, кто умеет вышивать вот так-то. И вот те люди, которые приходили у нас, какую-то работу делали, сидели во дворе, делали вышивку. Вышивали какие-то маленькие картины по ножке. И вот другие уже женщины, которые выходят во двор. А где ты, что ты там делаешь? В общем, вот так вот и приходили. Мастерицы, когда приходят, они тоже много чего не умеют. Чтобы соответствовать вот этому качеству, который требует наш покупатель, мы должны были обучать их. После обучения, конечно, это до мастерства. Доводим потихонечку, поэтапно. Они начинают делать одну игрушку. Сами начинают делать уже вторую. И постепенно каждая игрушка имеет свои особенности. Ну, в данный момент у нас около 30 женщин-мастерец. 5-6 человек непосредственно здесь работают в мастерской. У нас три валяйщицы войлока. Одна из них с ограниченной возможностью. Сообщество глухонемых. Медики, медсестры, которые по смене работают. 60% те, которые работают в каких-то учреждениях. Те, которые с детьми сидят, но они почти постоянные работницы у нас. У нас любой человек, который приходит на работу сюда устраиваться. Мы всем говорим, да, зарплата у вас будет такая. Обед будет бесплатный. Некоторые мы оплачиваем дорогу. Зарабатывает около 10-15 тысяч. В основном женский коллектив. У нас мужчин в коллективе нет. Хотя, что интересно, у всех мастериц дома мужья помогают. Бывают они краят, либо они соединяют. Когда новенькие приходят, мы всегда говорим, спроси, что он может сделать для тебя. А потом они уже сами подтягиваются и начинают что-то. Вот так и живем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok